В институте уже определенное затишье. Нет очередей ажиотажа, абитуриенты сдали документы и теперь ждут результатов зачисления. Кто-то сдал копии документов, другие, как Кристина Борисова, оригиналы. В этом году можно попробовать свои силы сразу в пяти вузах страны. Поэтому вчерашним школьникам нелегко разобраться в сложной системе поступлений и выбрать не одно, а сразу три специальности. Куда пройдет по баллам? Мама посоветовала. Мне было трудно определиться с выбором и мама помогла. Юриспруденция и экономика по-прежнему лидируют среди специальностей. Чуть больше стали выбирать строительное направление, гостиничное дело, а также рекламу и связи с общественностью. Подросли в этом году и результаты ЕГЭ. Они выше прошлогодних. На стендах в списке поступающих можно увидеть, сколько к имеющимся баллам прибавлено за особые достижения. Это новинка 2015 года. Сумма баллов растет, если школьники занимались спортом или волонтерской деятельностью, сдали нормы ГТО и имеют отличный аттестат. За аттестатом с отличием стоит труд. Плюс другие индивидуальные достижения. И в частности спорта, это значит здоровое поколение придет учиться, станет студентами. Это тоже очень хорошо. Еще можно сказать, что несколько изменились сроки поступления, зачисления и сама процедура зачисления. В частности, то, что на первом этапе сейчас будут зачисляться 80% поступающих, которые подали заявление и предоставили оригинал аттестата. Конкурентом сочинцев становятся иногородние абитуриенты. В этом году подавших документы из других городов страны, не только южных, но и северных, в два раза больше. Особые условия поступления для крымчан. Для них выделены специальные бюджетные места. 24 июля завершается прием документов для очников, а 4 августа будет приказ о зачислении на бюджет и окончательный 7 августа. Далее решается судьба тех, кто поступает на платную форму обучения. В этом году, к примеру, СГУ предоставляет 400 бюджетных мест и 200 мест в институтский колледж. У заочников есть возможность далее подавать документы до середины августа. Елена Всецына, Борис Осин, телекомпания ФКТ.